Привет, друзья! С вами видеоблог сибирского парня из США. И сегодня мы с вами в городе Принстон, штат Нью-Джерси. Многие, наверное, знают этот город по знаменитому Принстонскому университету. Вот мы припарковались около старинных церквей тут. Сейчас пройдемся. Прогуляемся по городу и покажем вам все, что видим сами. У нас сейчас весна, начало мая, так что зелень очень яркая, все цветет и пахнет. Такие кусты цветут. Это у нас автобусная остановка. Мы вышли на улицу, которая побольше. Мы вообще с супругой очень часто гуляем по разным небольшим городкам. Любим проехаться, найти какие-то новые интересные места. И иногда заходим вот в такие кафешки. Вот мы в этом городке увидели кафе, которое называется Jamming Crepes. Зайдем вот сюда, попробуем, что тут есть вкусного. Меню очень большое. Видите, тут различные есть сэндвичи, блины с различной начинкой, много видов напитков. Кофе очень хороший, кстати. Вот, еще мне понравился очень интерьер. Очень часто в таких маленьких местах можно увидеть необычный интерьер. Что-то очень такое красивое, очень вкусное. Вот такой вид из окна. Немного покажем вам это кафе. Такие полочки тут. Это вырезка из газеты New York Times. Статья об этом кафе. Такие полки красивые, вот такие виды. Вот наши блинчики. Мы взяли один блинчик с сыром и один сладкий блинчик с яблоком. Обычно, когда начинаешь говорить о Принстоне, все сразу вспоминают один пак. То, что Альберт Эйнштейн здесь жил и работал в университете. Кстати, мы, наверное, в следующем видео пройдемся и посмотрим дом, где жил Альберт Эйнштейн. Это у нас будет первая часть видео. Видео про город. И в следующей части мы прогуляемся по корпусам университета. Не успели мы выйти из одного кафе, как решили зайти в следующее. Такая маленькая кафешка. Очень интересная. Здесь она специализируется именно на кофе. Бариста нас впечатлил особенно. Парень с бритой грудью, с татуировками на груди и с ярко-желтым маникюром, ярко-желтыми длинными ногтями. А вот за стойкой, кстати, видно, что все-таки это работает парень. То есть там достаточный бардак. Вот это кафе называется Rogers Roastery. А слева от этого кафе магазин с шоколадом. Мы увидели тут такой интересный магазинчик. Называется MIA Table & Home. Это магазин японской посуды. Очень интересный магазин, очень красивые и интересные товары. Я на гугле почитал отзывы. Пишут, что очень хорошее качество. Люди пользуются. И такой стиль очень сильно поднимает настроение. Гот обезьяны, гот свиньи. Это гот овцы. А это кто? Гот змеи. Собаки. Крысы. Гот зайца. Петуха. Тигра. Лошади. Коровы и дракона. Мой дракон. Это маленькая Мишеля, свинка. И Валера. Хочется еще один интересный факт о городе Принстон поведать. Все смотрели фильм «Игры разума». Так вот, в этом фильме Джон Нэш – это персонаж вполне реальный. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях, на жизни этого человека, который был математиком, работал и жил в Принстоне. Лауреат Нобелевской премии. Так вот, Джон Нэш погиб в 2015 году в автокатастрофе в городе Монро, в Нью-Джерси. Ему было 86 лет. Они ехали в такси с женой вместе. Водитель остался жив. Они с женой погибли в этой катастрофе. Вот мы тут случайно наткнулись на риэлторскую контору и увидели цены на жилье. Да, цены вас приятно удивят. Жилье в Принстоне достаточно дорогое. Прочитал, что по данным 2005 года, из сотни городов лучших для жизни в США, Принстон находится на 15 месте. Ну что ж, друзья, ставим лайк, делаем репост, подписываемся на мой канал, нажимаем колокольчик, чтобы быть в курсе обновлений на канале. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»